Всем доброго утра. Это мой первый день. Вчера я снимала немножечко, не настроение было, но в прямый эфир зато в инстаграме заходила, так что welcome ко мне туда. Буду опробовать эту новую систему общения прямого эфира с подписчиками. Сейчас мы едем за Никиткой, за племянником. А вообще у нас сегодня у отца, батя моего любимого, день рождения. У него сегодня день рождения. Футболочка, смотрите, от Куберлик, причем это из детской коллекции и 170-го роста. У него 176 см, но вот 170-го, в принципе, на него неплохо село. Нужно ориентироваться не только на рост, но и на параметры, на объемы. У меня исхудал, поэтому, в принципе, ему нормально как раз. Вот, с собой я взяла косметику, может быть, по дороге у меня получится накраситься, потому что я легла вчера в 4 часа, завезла как-то в инстаграм и лазила-лазила, в итоге потеряла. Это как обычно, заходишь в интернет и думаешь на 5 минут, на 5 минут, в итоге теряешь там по 2 часа и встала уже в 10. То есть я всего лишь поспала 6 часов. В деревню сейчас едем, в соседнюю, она в 15 километров от нашей семьи. Вот, забрать Никитоса нашего. Девчонки, это мой родной поселок. Здесь я родилась и прожила сколько, мама, 19 лет? 19 лет вообще. Нет, приезжаешь. Бибелый. Обожаю сюда возвращаться. Вот между прочим, когда мне было 19 лет, я перекрестилась, когда уехала от родителей. Такая, слава богу, свобода. Вот это больница, которую закрыли сейчас. Наша больница здесь, вот видите, она такая очень большая по размерам. Для села это космос. Там бабушка моя жила. Она умерла. У нас недавно. И Рай, когда я уезжала от родителей в 19 лет, прям почувствовала запах свободы. Я могу себе покупать все, что я хочу. Я могу делать все, что я хочу. А сейчас вот приезжаю, наоборот, с какой-то такой. Вот, наверное, переоцениваешь. Это нормально, когда подростковому у тебя... Ой, какой домик красивый был. А когда подростковому свободы тебе хочется. А с возрастом переоцениваешь уже. Вот это вот дома у нас заводские. Считается, это строили прям от совхоза дома. Это завода. И давали бесплатно квартиры. А это вот там, где мы прожили 30 лет вообще. Это наш квартал. 30 лет. 30 лет там, да? Мы там прожили. То есть мы когда родились... А, нет, когда я родилась, мы жили в бараке. А потом дали вот эту вот квартиру нам. Ну да, и начинаешь ценить, переоцениваешь, начинаешь ценить родственников. Ну, не родственников, а семью. Бешеные, бешеные. Мы по полям, по полям едем. По полям. Помаши ручкой. Ой. Помаши ручкой. Да, правда что ли? Ты че? Тай? Ты че? Снимается. Привет. Флин худой такой, а? Привет, Олесь. Привет. Надолго отпустила ребятку? На вечер, не до завтра. Аааа. Аааа. Спасибо. Сейчас пока. Остановите бокальчик. Нет, остановись, но мы посмотрим. Ну, не, бать, а что давай и посмотрим. Интересно, интересно. Ой, какая красота. А я это просто заметила. Это подарок купил Никита с деду. Например, заметил, помните, всегда водит трюк. Ну, так мило вообще. Ты съедь, батя, с трассы. Прикатись трассом, Настя. Ну, и тут все равно машина сейчас поедет. Ааа, что-то еще. Чтобы туда воду наливать. Вот это да. Кувшин. Так, чтобы не 5 литров. Обалдеть. Какой молодец. Это деда, поздравляю с днем рождением, да? Здоровья. Спасибо. Короче, мужская скупая... Скупой поцелуй, блин. Ё-моё. Это вот эти тюки, да, Никитос? Да, вот мы ему и продали. Молодец. Рассказываю, вот у Никитки 14 лет. Можете себе представить? Он уже работает на тракторе. Не косит? Косите вы, да? Расскажи, что вы делаете. Сначала косите сено? Да, потом... А потом в тюки собираете, да? Нет. Вообще, как получается? Первый день косим. Угу. Второй день косим. Угу. Получается, позавчера, которое сено косили, Угу. Оно прям хорошее уже пропросохло. Ну, как бы и не пересохло. Угу. Я его согребаю роторными граблями. Ага. Большие такие, очень грабли. Угу. Вот. И Дикого за мной сразу же прессует. Угу. Тогда она сено зелененькая. Угу. Ну, не прям зеленая. Такое хорошее сено. Ну, вот сейчас мы проедем, посмотрите. Угу. Представляете, это 14 лет ребенку, уже ребенку, блин, уже лой здоровый. Кто там говорит, что он толстый? А кто мне говорил? Сколько лет назад? Два года назад, наверное, я снимала. Говорили, фу, толстый. Представляете, как он сейчас вырос? Вот даже вот я была... Сколько, месяц назад? И вот сейчас он вообще похудел такой. Такой взрослый уже, деловой. В центр сейчас приехали за мясом. Ну, я вам, в принципе, его уже показывала. Ты большой. Иди, я с тобой обнимусь на видео. Снимем все. Антрюки делали. Смотрите, за ручку идут. Мы сходили, уже купили шашлык, баранин там целой полноги взяли, свинину, ляжки что ли, да? Вообще-то две ноги. Вообще-то не полноги. А, да. Две ляжки баранины. Вот. И зашли сейчас в магнитку, но купили тоже разных приправ, специи, соус. Да, ну это я знаете, вам где покажу? Вот, кстати, отец за нами приехал. Привет! Я думала, мне давить его собираются. Мам, ты куда? Мам, уже пиньон у нас сходил, посмотрите, хлеба. А, отец за нами приехал. Не хлеба, я не знаю, о чем приехал. И хлеба, нам хлеба. С оставкой на дом. Все, отпускай Никитку. Нет, что-то инфарк не сломает. Мы сейчас там... Вадь, мы до пятерочки. Ты скажешь ему, ладно, где? Он специально, блин, подъехал. Карету подала. Мам, я устала ждать. Теперь чуть нету их. Вот. Сейчас осталось нам шампиньоны, потому что мы в прошлый раз, когда были на Трубазе, делали маринованные овощи. Мне так понравилось вообще в день получать на гриле маринованные овощи. И еще мы любим делать шампиньоны. За... Ну, как и замачиваете там месяц, можно просто обычной солью присыпать и перец смолоть. Ну, лучше свежий смолотый перец, который вот в мельнице. И потом... И потом нагрели все это на огне. Представляете, делают здесь дорожку. Вон я смотрю, видите? Все заливают ее там бетоном. Это вход будет в площадку. Немного облагораживают. Что очень странно. В последнее время занялись. Вот памятник отреставрировали. Что мы купили в местном магазине. Яички у нас будет. Окрошка. Сок, который уже начат. Апельсиновый сок свой любимый. Рич взяла апельсины для того, чтобы можно было мариновать шашлык. Целых, по-моему, там 2 килограмма. И не только для шашлыка. Баклажанчики. Мне в прошлый раз, когда мы были... Ну, я вам сказала, уже понравились. Очень нагрели, как мы овощи делали. Объедение просто. Замаринуем. Это новый у Хайнца появился соус. Грибной. Смотрите, выстроились. Такие смотрят. Грибной и песто. Ну, конечно, он 100% не заменит песто. Там должен быть сыр, базилик. И что мне нравится в соусах от Хайнца, они натуральные. Ну, нету там глютамата, усилителей, вкусы разных. Вот. Универсальная приправа для мариновки овощей. Потому что шашлык я хочу обычно классический. И тут еще мама желатин взяла. На окрошку квас. Что тут еще? Что тут еще? Мы пакеты разберем. Хлеб. Булочки. Булочки московские. По 11 рублей. Можете себе представить. Там булки в местной пекарне продаются. Орешки солененькие. Это мама себе взяла. Мама, не есть. Вот. Вот такую вот шоколадную пасту попробую. Но там не было у них на стле. Какая дорогая паста шоколадная. Такая вкусная. На стле, наверное, да. На стле. Не было. У них пришлось такое взять. Я вообще люблю на стле очень. И шампиньоны. Шампиньоны мы тоже будем мариновать и делать их на гриле. Две упаковочки килограмм на 6 человек будет. И здесь у нас мясо. Это свинина и баранина. Я обожаю баранину. А это вот, смотрите, те детишки, которых я принимала. Роды, которые я принимала. Когда они вылуплялись, носилась с ними всю ночь. То есть, таких маленьких-маленьких цыпляточек получились. Большие. Но они сейчас отсадили их, потому что что-то плоховато они себя чувствуют. И их тут выхаживают дополнительно. Что-то капают там. Они очень ручные. Практически не боятся. Но, конечно, если не делать резких движений, они прям на руки идут, садятся. Ну, я вам показывала уже. Как это уже. Вот, видите, они такие интересные, интересные, интересные. Надя, кашу лесу от него. Чего ему хорош? Сейчас я подожди, я тебе принесу что-нибудь вкусненького. Подожди. Помните, мы принимали цыплят? Роды. Вот цыплят. Я вам показывала. Они уже подросли. Сейчас посмотрите. Представляете, как вымахали они за целый месяц. Да, месяц, наверное, прошел. С момента моего отъезда. Ух ты! Папа, ты разобрал, здесь этот был. А погребится, там залазишь еще. Да. Дай. Ты будешь строить что-то здесь. Это вот эти, которые рождались, да? Это ты сколотил опять новый. Да. Почему, зачем? Ну, мало места было. А это вот цеповодрощенные, которые... Залазь, таки-полька, полного дня аккуратно. Ой, они ко мне идут, папа. Их много. Они идут ко мне. Они сейчас выйдут. Выдем, что цеповодрощенные. Потом Надик их съест. Еще, не дай бог. Ну-ка, уходи. Уходи. Это вот, смотрите, те, которые были здесь, сидели. А это вот те, которых мы кормили в том загоне. Представляете, какие ручные? То есть, они настолько привыкли к рукам. Вот те, они... Вот те, они... А что там, Мини, пишут? Вот эти, они дикие. Не идут. А этих вот отец приручил. Это твой любимчик, который нет? А? Это любимчик, который? Не как любимчик, а не все любимчики. Ну вот. Ну, которого ты постоянно заносил, да? Привет. А вообще, так обычно не ходят куры? Ну, вот так вот, чтобы прям на руки. Сами просились. Сейчас они... Я как просится. Батя, смотри, а ты сейчас в садиках как за голубей примет. Я как они просится. И колески от движения не держать. Они сами не идут к тебе. Да, они погладятся. Этого им кормушку такую сделали. Сейчас еще клюнут в камеру. А если кольцо увидит, гвестящее что-то, то он может пленять. Что? Как ручные прям. Выручные прям. Не боитесь. Нет, по-моему, муравчика на вас были куры, они разбегались. Как коты прям, как домашние животные. Иди сюда. Иди сюда. У меня маленькая рука. О! Так смотрят. Совсем прям как ручные. Яйца такие выпустите. А оказывается, у нас тут есть многолетняя, не многолетняя, а многоразовая клубника. Круглый год. Видите, можно собирать урожай. Вплоть до похолодания, да? До заморков. Можете себе представить? Смотрите, какая. Видите, в завязях еще. То есть, ей расти, расти. Представляете, клубнику есть. Когда уже закончился сезон. Я вот такого нигде не видела. Я даже не знала, что, оказывается, существует. Многоразовая. Многоразовая. Видите, уже вот у нее год поспевшая. Ну, я люблю потому, чтобы сильно спелая была. Так что, пока я здесь у родителей, буду лакомиться клубничкой. Короче, опять у меня мой капитан начал жить деревенской жизнью. Вчера уже подрался с каким-то котом. Я их еле разняла. Даже не я уже. Мамка прибежала с палкой, с большой. Мы еле того прогнали. Вообще, я его никогда таким не видела. Потому что, когда он живет там 10 лет в квартире, и ты не ожидаешь, что он при всей своей такой мягкости, пушистости, такой вот нежности, может быть таким просто ого-го. Он кубарем. Они катались вчера кубарем по всему практически периметру дома. Ну, я имею в виду на улице, во дворе. Он весь, видите, подранный. Мать, не трогай ты его. У нас садик болеет. Мы ему сейчас взяли антибиотик, будем колоть. И у него, видите, он на лапку у нас не наступает. Вот ее волочит вот так вот по... На весу держит ее. И у него погрызан хвост. Смотрите. То ли он сам отгрыз. Я почитала в интернете, кто, кстати, смотрит. Мне, может быть, ветеринар. Расскажите, что может быть с ним такое. Мать, не трогай его, не лезь к нему. Вот. И... Видите, он хромает. И будем колоть ему лекарства. Лекарства. Я позвонила ветеринарку, узнала, что нужно. И вот нам порекомендовали взять бицелин, по-моему. Но единственное, у него еще, видите, подранный хвост. Смотрите на его морду. Она вся поцарапана у него. Здесь вот, где у него кожа, видно. Видите? Царапки. Весь грязный такой. И к шерсти прям просто колочками, клубками по всему двору летает теперь. А вы что думаете? Я домой, когда приехала, когда корочки у него сошли, я прямо отрывала вот такие вот длинные-длинные полоски, на которые кусочек кожи был вот так вот, и сверху лесом шерсть шла. То есть прям вот как корябали видно. Я это не видела, а только когда уже начали отходить корочки, оболячки. У него до сих пор даже вот такими пучками вместе с кожей выходило. Вот вместе прошло. Пойдемте со мной смотреть наше владение. Урожай уже. Как-никак конец лета. Вот такие повески, что они еще и цепать не ходят, еще и разница. Вот, а я люблю просто вурелые. Спипочка. Спипочка, но они очень сладкие вкусные. Очень сладкие, вкусные. Спипочка. И вообще, если честно, не помню, что я на институте снимала, потому что я там в муниверы, маленькие короткие видео снимаю. И что сюда? У меня вот такая каша в голове, что я вам здесь показала, что здесь не показала уже, чтобы не продублироваться. Вот на одинаковое я все равно не снимаю что-то. А здесь? Вот. Вот, это морковные помидоры. Смотрите, желтые. Вообще они морковные, по идее, сладкие должны быть помидоры. Самые сладкие. Очень вкусные, сладкие. И там картошка. Смотрите, все засажено картошкой. Так, ладно, наверное, камеру буду выключать и помогать. А то там мне уже в укор ставят многие, что... Я типа того. Только снимаешь, да? Да, 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 только снимаю. Скажи, кто на что учился. Это точно. То, на что учился. Это точно. Я никогда не мечтала огородик себе завести. Да, да. А вот то, о чем я мечтала, у меня вообще все осуществилось. Все сбылось. Поэтому каждому свое. Вот кто захотел этот огород... Он и он и ходит. Создает, да. А тут его пусть обрабатывает. Раньше в 6 лет нас заставляли, просто палками туда гнали. И гнём. Поэтому... Нет, не гнём. Нет, не гнём. Гнём, гнали. Не гнали? Сами шли. Нет, тогда... Сами шли. Нет, сам не пойдёшь. Нет, Тась, нет. Тогда посадили все, не было вопроса, там надо убирать или не надо убирать. Раз посадили, убираем. И без разговора там кто что. Время подходит, идём, мы собираем. Поэтому не было такого. Гнали там, не гнали. Раньше было всё отложено. А мы жарим шашлыки уже. Ждём гостей сегодня вечером. И у нас очень много будет разных вкусностей. Папа уже приступил. Начал с барайной. Ну, что, вилку не сей, проверяй. Уже ножа вилка нужна? Да, готова, не готова. А у Глей-то сколько у тебя, смотри. Много. Вообще, я очень люблю семейные вечера. Просто обожаю вот эти вот сборища, причастность к семье. Сейчас выключу, тут у меня прямой эфир. Я люблю, кстати, делать что-то, там готовить. Сейчас вот картошку резала, картошку-окрошку резала. И люблю, чтобы фоном что-то было. Неважно, видео какое-то я даже могу не слушать. То есть мне нужен вот этот вот речитатив, чтобы кто-то вот что-то говорила. Жужу-жужу-жужу какой-то был. Ну, вот про семейные вечера я приезжаю прям с удовольствием. Я уже говорила, что по-другому ценишь вот эти вот моменты, традиции, встречи с самыми близкими людьми. Потому что обычно это в молодости как было. А, а сейчас вот прям сердце открывается, когда... Тут уже, по-моему, кушать хочется. Никитос. Вот. Так что прям обожаю. Моя мама.